вот выбрались мы со старшим сыном на песковатку на хвост раз положил жучка погодка хорошая сегодня ветра маленький удилище у нее не длинная я немножко длиннее даже удобнее на песковатке работать таким шлеп ну так заброс видно как происходит снятие шнура и ложит шлепок он аж ну метров метров 15 нам заброс точно вот так вот на хвостовик работает шнуром пылька взялась это то это шамайка даже да шамайка но отпусти наверное ее шамайку воду отпустишь то есть шамая да это шамая у нас запрещена к вылову вот отпускает смотрите видите все вы говорите что мы рыбу не отпускаем все плыви вот так андрюхов поймал шамаину что на хвосте это как охота главное незаметно так подкрасться и подать мушку ну бывает из зацепы вот сейчас раз при забросе зацепился сзади придется вернуться отцепить стараться нужно где-то под деревца положить жучка искусственного обычно галавль любит там стоять можно чередовать кольцевые забросы с оверхедом хороший сейчас заброс был место там перспективно что приятно на этой реке что тут прохладца идет от самой реки и даже самую сильную жару когда на ну уже невозможно рыбалить здесь песковатки всегда хорошо в принципе сейчас перешел на ближнюю дистанцию видно как подходит смотрит но что-то ему не нравится возможно нужно сменить жука как говорится можно из мором взять если тебе по голове 10 раз жуком стукнуть тут и просто схватишь хорошо потому что он тебе надоел ну как вариант такая тактика может тоже сработать вот и взялся голавлик вот потихонечку вываживание идет долго он в этом месте вываживание хороший голавль в руку в руку пробы хорошие вот такой голавль вот отлично голавль трофей видишь песковатка тебе сегодня благосклонно хорошо но все хорошая хорошая подарочная рыба красивая а сварить не ничего не сваришь вкуса с одного места пробуем ловить бывает так что она стайка стоит в одном месте съем шнура и заброс вот так вот уже не начинающий на хлыстовик уже давно человек в теме поэтому уже результаты есть конечно для всех начинающих хочется сказать что тренироваться нужно начали с пушистиком где-то на открытом месте заброс а потом только выходить на водоем когда уже более или менее полетит полетит заброс была поклевка да ну да он зашел в тину может стоять голавали в тине и такой погоде когда жарко он может в любом месте забросы оверхед называется заброс через голову классический ну так вот цепляешь от кустика и снова в бой огорчаться не нужно всегда нужно иметь запас мушек в принципе сейчас могу показать и ножки у нас собой вот тут и жучки и паучки эти вот беленькие на чихонь такие вот они жуки вот такие мушки кому интересно пишите расскажу говорят средней полосе на хлыстом рыбалить не очень да можно конечно хотя конечно эта рыбалка больше для рек где есть хариус вот такая рыба я тоже вейдерсов всем привет была поклевочка хорошая спиннинг натянулся и андрей тащит хороший голавлик вот он вот он вот он вот он вот он вот он вот это ясь смотри за край зацепился поднял хороший ясь можно кричать я поймал здоровенного езя все так и стоим на этом месте потому что был еще выход но вот еще хочется сказать про поляризационные очки поляризационные такая очень удобная вещь они блики сглаживают то есть не видно бликов на воде них очень удобно так что приобретать ну еще один с этого же места очень очень хороший голавль крупный крупный очень крупный ты его наверно берегу андрей очень хороший голавль очень хороший голавль уводит уводит его в берегу тащи очень хороший голавль очень крутный я наверное такого даже и не ловил никогда Хорош какой, иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда, ты его наверно к берегу, хороший, да, такого головля в песковатке, иди туда его, натяну, натяну, выводи его, потихонечку, Марин, не давай ему дергаться сильно, да, удилище он согнул как, не сдается, не сдается, это очень хороший головль, да в руку вряд ли возьмешь, завеску не бери, брось лучше, лучше на берег его выведи, Андрей, не надо его в руку брать, выведи его на миляк, на миляк положи ему, на миляк, сейчас в тину уйдет, все, теперь подходи, вместе с тиной, наверное, и взять можешь, подходи, 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 стоит в тину голову, сунул, устал уже, он сидит хорошо, как тебе сказать, что сейчас будет выходить, не, 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 не бери в руку, не бери, бери рукой, не возьму, по-сильности сложно будет, тихо, 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 пускай идет, он хорошо сидит там, ну, попробуй вот туда, и на пять в тину, хочет лишь, да, прям борьба, да, такого головля, опять в тину пошел, нет, ты его не вытаскивай, так, не возьмешь его, смотри, сейчас наберет тину, ну, пробуй, пробуй, не, рукой засовывай в воду, не, за леску не бери, под жабры, ух, хороший головль, держи крепко, держи крепко, да, вот это трофей, действительно, трофей, вместе с тиной, красиво все равно, даже, да, это головлина настоящая, это действительно трофей, супер, снова включил камеру, после такого трофея, в принципе, уже, наверное, всем ясно, что нахвост это, и уловистая снасть, с одной стороны, ну, хотя, цель я, конечно, не в этом, основная цель нахвоста, это получить максимальное удовольствие от общения с природой, причем, когда еще сам связал этого жучка, и на него их поймал, тут, конечно, о, опять поклевка была, и уже тащит снова, вот, поклевка, удочка, в дугу, ну, это небольшой, ну, в принципе, хороший головлик, тоже, есть, есть, головлик, вот, поменьше, конечно, намного, ну, тоже, едовый, вот такой головлик, вот, такой рыбакамушку, покажи, вот, простой жучка, уже мушки в конец, да, ну, после того, головля, конечно, раздербанила его, все, тут хорошо видно, как шнур назад летит, но есть вероятность, что он в лоб попадет мушкой, будет неприятно, прийти, что значит прийти к нахвосту, ну, желательно, конечно, пообщаться с нахвостовиками, чтобы все показали, я вот долгое время, когда начал заниматься, вообще не мог понять, как рыбалить, как просто кидать даже, потом познакомился с ребятами с Тулы, с Ростова, и они мне многое рассказали, показали, только после этого, как говорится, полноценно занялся этой рыбалкой, как красиво видно, дно вода прозрачная, прозрачная на песковатке, вот глазами увидел, сейчас будет пробовать кидать в то место, где он стоит, конечно, плюс прозрачной воды, что рыбу можно увидеть, подать мушку прям к ней, это, конечно, преимущество, такой прозрачной реки, вот что сейчас, тоже такой показательный момент, здесь нужно кольцевой заброс, вот сейчас Андрей использует кольцевой заброс, потому что сзади близко ветки, и оверхедом тут не кинешь, здесь нужно сделать петлю, и потом ее разложить, вот он делает петлю, и просто делает такой вот кольцевой заброс, так называемый роллкаст, вообще, как бы нахлость пришел к нам из Англии, вообще рыбалка аристократов считается, ну, у нас люди рыбарят тоже с удовольствием, многие удилища, можно приобрести, есть специализированные магазины для нахлость, ну, в основном, это интернет-версии, конечно, выписывают оттуда, сейчас быстро идут посылки, можно приобрести, дождаться, ну, конечно, нужно знать, что приобретать, что удилища имеют разные классы, о, есть выход был, и лавлика тащит, хорошего тоже в удилище, согнул как, а, не спеши, не спеши, ой, поломает, наверное, что-то мне кажется, тоже крупный очень, по-моему, ух, такой же, тебе надо куда-то к берегу, Андрей, в руку ты не возьмешь его, хороший, ну, вот такой же, а он пытается в ногах спрятаться, засовывай ему палец в рот, пока я держу, палец в рот, да под жабры желательно, под жабры, нежные под жабры, вот все, вот я взял, вот он твой трофей, держишь, хорошо? хороший, очень хороший, а то муж сейчас выпадет, замечательно, не, я теперь уже не отпущу его, опыт-то тоже есть, вдвоем, конечно, легче брать, ну вот, Андрей, тебе сегодня просто твой день, таких крупных головлей ты ловишь, лайк, лайк, подписка, нет, нет, голавль, это голавль, голавль, да, ну вот, подошла рыбалка к концу, вот такие трофеи мы взяли, мелочь всю, отпустили, ну вот, спасибо тебе, песковаточка, красивые тут места, все, рыбайте, пробуйте, может у вас получится, это, не знаю, когда мы iTunes, оングл, аcycles, ввух.